здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомита сегодня у нас очередной обзор танков наш любимый гримир танков от леста games и сегодня у нас на обзоре тяжелый танк великобритании проходная прокачиваемая ветка корнерван вот невероятно нравится мне машина у нас присутствует три отметки на стволе нравится почему да потому что ряд моментов отличает этот и выделяет этот танк на фоне других тяжелых танков и вот эти моменты мы сейчас как раз с вами будем разбирать и сначала мы пойдем смотреть бронирование корнервана погнали и так коллижен модель нашего корнервана так мы начнем с нлд нлд у нас 7 и 6 и 2 приведенки 105 это конечно очень ослабленная деталь корпуса да это даже не анти ст ну пробивает сюда абсолютно все в лд у нас уже 130 миллиметров приведенки снизу 215 сверху 227 и это достаточно неплохо почему потому что достаточно большое количество танков на восьмом уровне на самом типе снаряда обладает бронепробитием там меньше даже 200 иногда либо 200 небольшим а такое вот бронирование в лд говорит о том что зачастую очень много мы будем даже просто под таким вот углом прямым рикошетить снаряды врагов а если вот так ромбанем у нас и вовсе не пробьют в лд верхняя часть в лд имеет всего 44 с половиной миллиметра находится под идеальным я считаю рикошетным углом и соответственно тут просто система пишет рикошет выйти не пробьете по сути ничем до практически раз сток по правил трех калибров то есть сколько там надо 40 120 и еще там 15 135 миллиметров плюс сюда закинут по правил трех калибров теперь касаемо башни основная бронеплита имеет у нас не самый лучший на ком и начнем мы как раз нее 254 345 254 288 есть у нас тут такие вот штучки тут ну тут невероятно будет там тоже крепко 264 маска орудия по центру 270 под стволом 500 над стволом по моему те же 500 короче у нас самая худенькая броня это 250 ребята одноклассники 8 у вас естественно сюда даже голдой пробивать верхняя крышка у нас восемьдесят восемь девять миллиметров придем кидает 264 рикошет есть у нас лючок 120 миллиметров но он находится задней части башни и он невероятно тоненький и попасть туда невероятно сложно боковое бронирование у нас 82 миллиметра и конечно корнер он хорошо танкует от борта хорошо так стоп а почему тут не танкует я перекрутил ну-ка сирика шет все нормально но подставляет под башенный цилиндр но здесь тоже хороший достаточно брони а тут вообще 295 здесь 242 от борта хорошо танкует все хорошая крепкая башка башни маленький лючок который тяжело попасть рикошетный верхний влд очень крепкие вот эту часть корпуса влд так с броней разобрались броня отличная дайте смотреть что нам предлагают по пушкам и по остальному нам предлагает всего лишь два орудия сток и топ соответственно альфа 150 280 сами понимаете с такой альфой с таким бронепробитием на тяжелом танке нам делать нечего желательно на эту машину заходить со свободным опытом чтобы выкачать сразу топовую башню топового орудия орудия 208 220 на голде пробить и 250 ой на голде на основном 202 на голде заряжает с пушки невероятно быстро шесть с половиной секунд почти 2600 дпм время сведения комфортно и 23034 точность вот почему говорю за свободному сами увидели добр непробитие альфу на пушке и вот здесь тоже прикол у нас по башне 152 броня 254 это говорит о том что на стоке а если вы еще будете катать на стоковые пушки вы вам этот танк очень сильно сразу не понравится и вероятно вы скажем так будете иметь неправильное представление вообще об этом танке поэтому рекомендую реально плюс обзор 30 метров кстати прям заходя на этот танк выкачивать топовую башню и топовую пушку за свободный опыт и даже не играть вот на этом дерьме а топовую рацию обязательно качайте 750 дальность против 550 топовый двигатель тоже 810 лошадей против 650 а это примерно где-то 25-30 процентов подвижности машины хотя танк и даже на топовом двигатели очень медленно топовая ходовая дает на 24 градуса секунда поворот здесь 22 плюс 2 градусов здесь качаем полевой модернизации вездеходную ходовую здесь качаем отстройку пролазок звукоизоляцию вторым слотом качаем мобильность по оборудованию я всегда катаю вот на такой сборке закалка досал стабилизатор но поскольку танк очень медленный многим возможно он не зайдет на такой подвижности я вам тогда рекомендую в основной слот в первый поставить стаб а досул в последний а по центру поставите там где мобильность как раз у нас полевой модернизации будет выключен поставить и турбин по снарядам основной ббх летит 878 такое себе не сам быстро сквозь полета голда подколы летит 1100 это уже но по снаряжение ремка аптечка автоматический огнетушитель можно поставить иногда как я до паёк 4 члена экипажа перки наблюдаете сейчас перед собой в табличке по плюсам минусам машины минус подвижность очень слабая подвижность плюс броня танк в основном играется от башни может даже от корпуса но только никому не показывайте в лд броня хорошая верхняя часть корпуса и башни это плюс по пушке однозначно плюс у нас присутствует 10 увн да да минус 10 увн нас крепкая башня купе с этим минус 10 увн поэтому все здесь хорошо по количеству хп в принципе норм по мобильность я уже сказал говно полная по незаметно смотреть не буду по обзору 430 метров чуть больше стандартного параметра это круто вот машина прикольная реально нашли хорошую позицию на карте побольше врагов чтобы реализовать свой дпм и реализовывать и враги даже опомниться не успеет так что едем в бой давайте смотреть а что такое корни рон в принципе вперед так обзор боем у нас корни рван тяжелый танк великобритании 8 левел проходная прокачиваемая ветка так попали к восьмеркам поедем направо драться тяжелыми танками которых здесь очень много у врагов есть самый на один из неприятных для нас это конечно бы за 100 7 6 фугасами до подвижности у нас нету меня всегда просится рука поставить на этот танк турбину вообще не едет ну шо это такое очень медленно очень медленно пацаны у нас я отожму центр да уже отжали бурасик исполнил это напьются дешевого пила и потом творят не пойми что пзшка играется от страны бог таляшка кустики валит надежде что у нас сейчас убьют и будет стоять сзади ждать их гнездо себе вверх птичка девчая тихо второго ребят хорошо заехали босса шикарно не это не хорошо придумали это не хорошо придумали Через лючок сдох, надо давить. Продолжение следует. Все, поиграл. 2 700 мы, кстати, дали. БЗ-шка стоит, ждет меня. Ну, что-то я от нее принимать вообще не хочется. Не, я это не буду делать. Ну, это ангар просто, ребят. Счет 8-1 выигрываем. Кто-нибудь примет? Давай. Разряди ее. Фармим, фармим. Все, зафармили. Едем дальше, фармим. Так, ну что, 4К дали. Вот вам. КРНР вам, ДПМ. Сейчас. Кто тут уже стрелять не в кого? Кто там на ЮДУСе, да? Не видно ведь. Все, остался последний ЮДУС. Ну ладно, нормально, 4К сделали. За счет ДПМ. Да. КРНР, да, может. Эк скорости бы мы им еще побольше, да? Да, был круто. Турбину может, ребят, вместо закалки, а? Блин, с другой стороны, тяжелый танк без закалки, фигня полная. Хрен его знает. Но рука прям тянется, закалочку скинуть и турбину навесить. Не, стаб ему нужен этой пушке. Со стабом получается очень точные шоты делать. Досыл понятно, увеличиваем КД. А дальше вот как раз, либо закалка, либо турбина. Фиг его знает. Не знаю, мне нравится эта машина, в принципе. Итак, ребят, пишите комментарии, у кого есть эта тачка в ангаре. Вот, не стыдное первое место. Причем с отличным таким, с большим отрывом, да? 3 800. Первое место полуровно. Зергут. На Галде играли, в минус ушли, да и фиг с ним. Пацаны, у кого есть в ангаре, пишите комментарии, на каком вы катаете оборудование. Как вам вообще КР Нерван? Стабильность, стабильность и ДПМ. Правильно? Правильно, да. Достаточно крепкая башня, отличает этот танк. А вкупе с УВНами и с ДПМом, эта машина может реально нагибать. Это мое мнение. Вот. Я еще раз повторюсь. Я вот мучаюсь, меня мучают сомнения, играет ли мы закалкивали, поставить сюда турбину. Потому что, ну, очень уж он умедленно едет. Пишите свои комментарии, как вам в целом эта машина. Обязательно. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Я по пятибалльной системе 4 с плюсом этой машине ставлю. А вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok